Здравствуйте, друзья! Меня зовут Глеб, я массажист в студии Антоновича 158. Сегодня я сделаю оздоровительный массаж, и мы поговорим немного о нашем позвоночнике, о нашей нервной системе. Значит, у нас позвоночник является нашим центром, откуда расходятся все сигналы, поступающие с головного мозга ко всем органам. Вот. Значит, что могу сказать насчет оздоровительного массажа? Оздоровительный массаж имеет очень плавное воздействие на нервную систему. Это не спортивный массаж, где высокая интенсивность. Мы делаем, как правило, плавные движения, дабы расслабить центральную нервную систему, и чтобы в дальнейшем человек мог нормально восстановиться. Не только мышечные волокна восстановить, но и общее состояние организма. Ведь у нас есть соматическая и вегетативная нервная системы. Вот вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Значит, вкратце, очень легко и просто я могу вам рассказать, что они себя представляют. Значит, парасимпатическая нервная система, она заставляет наш организм активно работать над всеми процессами. Также и секрецию внутренних и внешних желез, внутренней и внешней секреции. А парасимпатическая система, она в свою очередь как антагонист ее. Как ее антагонист. И она, наоборот, дает возможность организму отдохнуть, восстановить свои силы, чтобы в дальнейшем работать. Ведь наш организм, фактически, это постоянная работа, постоянные обменные процессы. И вот по мере массажа мы хорошо разогреваем весь позвоночный столб и обязательно, обязательно, вот мы начинаем, как правило, прогреваем нижнюю часть спины, немножко задевая ягодицы. Потому что ноги у нас имеют половину веса тела и там сосредоточено много крови. Нам эту кровь надо, скажем так, простыми словами, перегнать для работы дальнейшей со спиной, с нашей паравертебральной зоной. Зона, которая находится вдоль позвоночного столба. Далее, здесь как раз и концентрируется наша парасимпатическая система. В этой зоне, когда мы массируем, медленно клиент получает неплохое расслабление. Вот это уже начинает говорить о том, что нервная система, она тоже кровоснабжается. И ей тоже нужна кровь, чтобы давать хорошие сигналы. Далее мы... Так она дает нехороший сигнал, да? Она может сбивать... Да, сигналы сбиваются из-за того, что мышцы немного спазмируются. И что будет? Плохо. Значит, просто и легко. Значит, тут у нас с центральной нервной системы, из головы поступают сигналы. Вот они идут, допустим, в грудной отдел. Отсюда идут иннервационные корешки такие. Нервные корешки, которые иннервируют поджелудочную железу, к примеру, да? Работа врача внутренней крови. Да, мы добавили крови, дали хороший сигнал. Но кровь пойдет тогда уже, когда у нас полностью проработана. Мы потихонечку вначале разрабатываем всю паравертебральную зону. Вот. И... Разрабатываем паравертебральную зону. И потом начинаем спускаться вниз от головы и обратно до крестцовой зоны. Вот. И тогда уже, когда мы заканчиваем крестцовой зоной, мы можем переходить на ноги. Вот. Обязательно. И ноги начинаются у нас с ягодиц. Вот. Мы прорабатываем движениями, восьми... Ну, вибрационными движениями. А я думаю, что у нас ноги начинаются со стоп. Дело в том, что можно начинать ноги и со стоп, да. Но, понимаете, мы когда будем начинать ноги со стоп делать, вот, у нас еще здесь не открыто, не открытые сосуды, не разработанные лимфатические... Да, и мы даем, мы немножко, мы это можем делать. Но по чуть-чуть, постепенно. По чуть-чуть. Это надо делать очень плавно. Видите, не просто начать, допустим, просто со стоп или здесь, а по всей длине мы должны выкачивать потихоньку. Разрабатывать, чтобы и лимфатическая система у нас хорошо раскрепостилась, скажем так. И вот, когда у нас вернемся мы к нашей центральной нервной системе, вот, мы... У нас движения есть, у нас движения есть как более жесткие, направленные на разработку разминания мышц паравертебранной зоны, вот. Есть у нас более плавные поглаживания расслабляющие, вот. И вот это вот перемена, перемена наших движений, вот, от сильных к слабым, вот, к вибрационным, может быть, к легкой ударной технике. Вот, и тем самым мы раздражаем нервную систему, но в этот же день, когда человек после массажа хорошо высыпается, у него очень хорошо настраиваются все функции организма. Вот, тем самым улучшаем работу пищеварения. То есть, больше элементов выделялось у нас, выделялось 10 миллиграмм пепсина, триксина, амилазы, липазы, 10 миллиграмм, вот. Спинку доделаешь, переворачиваешься. А так, после массажа в эту же ночь у вас выделится, ну, уже на следующий день, когда вы проснетесь, вы могут замечать люди, улучшение пищеварения, улучшение общего самочувствия, больше энергии стало. Потому что, также мы стимулируем, так как у нас парасимпатическая, симпатическая нервная система, они отвечают за все железы нашего организма, включая гипоталанус, который выделяет у нас гормон роста. А гормон роста, ну, допустим, я знаком с многими ребятами, которые увлекаются бодибилдингом, вот, они знают, что такое гормон роста и каким высоким результатом он ведет. Это, конечно, излишние дозы, те, что они себе ставят профессиональные спортсмены, но наши законные 15 миллиграммов гормон роста, мы должны их... Израсходовать. Ну, должны выделить, как минимум, да. Я возвращаюсь к прошлой теме, к прошлому нашему ролику, что если мы держим наш желудок пустым в полдевятого вечера, значит, у нас гормон роста в эту ночь выделится. И мы проснемся бодрыми. И здоровыми. Бодрыми и здоровыми. И можно еще маленькую интересную вещь расскажу про проблему современных людей, которые задние... задняя большая прямая мышца шеи, головы, которая крепится одной частью к затылочной области нижней, и второй частью крепится она ко второму позвонку. Значит, голова, когда у нас стоит ровно, вот она, ее позвоночник компенсирует ее вес, а голова у каждого, ну, весит неплохо, как 5-7 килограмм может весить. О, башка. Где-то так, да? Ну, кого больше, у кого меньше. И вот, когда мы берем смартфон в руки и наклоняем голову вперед, у нас в работу включаются вот эти вот мышцы. Задние, там, задняя маленькая длина. Ну, что вы поняли, смартфон это зло. Зло, оно передавливает нам артерию. Там идет артерия, которая питает также нашу голову водородом и кислородом. Поэтому вот обязательно в оздоровительном массаже прорабатывать вот эту зону. Пальпация подзатылочной области, она чудотворная, и в Китае ее называют точкой молодости. Хала, сестра, полностью перелочится. Семеная. 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 Вот, и что еще можно сказать, что сейчас мы говорили про оздоровительный массаж, да? Он, естественно, если выбирать между массажем оздоровительным спины, да, и выбрать общий оздоровительный массаж, Конечно же, ответ понятен каждому, что нужно обязательно разрабатывать мышцы ног, потому что они у нас, ноги, то бишь, они являются половиной частью нашего тела, имеют большой потенциал мышечный, и крови тут много. Поэтому организм должен, должен как бы в общей массе разминаться, это дает вдвойне лучший результат. Еще ты проработаешь передние, кажется, бедра и животик, и все, да? Угу. Ладно, мы, спасибо тебе за интересный рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь. Если что-то интересно, спрашивайте обязательно, мы расскажем эту тему. Спасибо большое, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok